В этих коробках 4 миллиона 818 тысяч 600 бюллетеней. Именно столько нужно, чтобы выборы в Самарской области состоялись. Когда принимают тираж, пересчитывают все пачки. В каждой должно быть по 500 штук. Затем их осматривают. Если на бланке имеются вкрапления, заломы, опечатки, его уничтожают. Для этого составляется акт, который подписывают все члены избирательной комиссии и представители типографии. Весь процесс подготовки бюллетеней к печати и сам процесс печати проходил под контролем членов избирательной комиссии Самарской области. То есть это контролировалось непосредственно и плотность бумаги, и соответствие форме и текста бюллетеней, которые установлены в Центральной избирательной комиссии, непосредственно сам процесс печатания. Все бюллетени имеют способы защиты от подделки. На лицевую сторону каждого бланка нанесена защитная сетка светло-синего цвета. Для избирательных участков с комплексами обработки сетка наносится на оборотную сторону. Что касается бюллетеней, для одномандатных избирательных округов на них сетка зеленого цвета. Весь процесс печати и перевозка бюллетеней проходили под контролем полиции. Дизайнский полиографический комплекс Самарской губернии выполнил изготовление избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы в течение 10 рабочих дней. Общий тираж избирательных бюллетеней составил чуть менее 5 миллионов. Согласно требованиям избирательной комиссии, Самарской области была нанесена специально разработанная нами тангерная сетка, которая при копировании не передается, имеет элементы штрихового изображения, которые не копируются, не воспроизводятся и в других типографиях произвести точно такую же тангерную сетку не представляется возможным. Кроме того, еще одна мера защиты от подделки предусмотрена на самих избирательных участках и участковых комплексах. Там на каждый бюллетень будет наклеиваться специальный знак марка. До 12 сентября бланки должны получить все избирательные комиссии региона. Виктория Шаре. События.